Если я вас правильно понял, только что вы сказали, что у нас остаётся дефицит почти 11 миллиардов рублей. Я не понял немножко, мы до конца года сумеем полностью покрыть этот дефицит реальными источниками или нет? Спасибо. Спасибо за вопрос. Здесь в этой части я скажу о том, что действительно в моём выступлении было озвучено 10,8 миллиардов дефицит бюджета, который планируется, но при этом хочу сказать о том, что этот дефицит полностью обеспечен источниками. Этот источник является на начало года, и кредиты, которые в течение года были взяты с Минфина России в объёме 9 миллиардов рублей. То есть это говорит о том, что все расходы, которые запланированы в проекте бюджета, они полностью обеспечены деньгами. Депутат Галеев Марат Гадеевич. Уважаемый Радик Роукович, хоть и кризисный год, всё-таки 15-й, но у нас в бюджете налог на прибыль – это один из основных источников. Налог на прибыль, по сути, существенно перевыполнен, оказался в 2015 году, 70 с лишним миллиардов, почти где-то около 40% в доходной части. И даже больше, чем в 2014 году, который считался более удачей, там где-то 59 миллиардов, это почти на одну пятую выше. Кто, так сказать, больше всех заработал, обеспечил эту прибыльность, за счёт чего вот республика вышла на эти позиции? Спасибо за вопрос. Но здесь я, наверное, скажу о том, что действительно предлагаемые в редакции мы планируем 70 миллиардов рублей в доходной части. Прирост в основном обеспечили, в первую очередь, группа компаний ТАИФ, здесь Нижнекамск, Нефтехим. Прирост состоял около 5 миллиардов, в Казань-Ург-Синтез свыше 2,8 миллиарда рублей, но в Акционированном Шестатнефе порядка 2,7 миллиарда рублей, и малонтянная компания порядка 900 миллионов рублей. Вот эти основные крупные суммы. Депутат Ганебаев, Рифат Шагитович. Уважаемый Радик Раукович, Вы в докладе сказали, что дополнительно в этом году выделяется 248 миллионов рублей на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. В прошедшее время были проблемы с финансированием в этой части. Скажите, пожалуйста, какая в общем итоге сумма получается в 2015 году и какая динамика по сравнению с прошлым годом? Есть ли софинансирование со стороны республиканского бюджета? Спасибо за вопрос. Но что касается софинансирования со стороны республики, здесь я скажу, наверное, нет, потому что это является субвенцией, то есть это полномочия федеральная, и здесь за счет субвенции она финансируется. А что касается за счет прироста с прошлым годом, здесь существенный прирост есть, но, наверное, Минсус защиты более детально может ответить. Но в порядке, в прошлом году, если сумма была более 500 миллионов рублей, здесь в целом по году ожидается 778, по-моему, миллионов рублей. Поэтому прирост здесь есть. Депутат Прокофьев Артем Вячеславович. Уважаемый Радик Рауфович, 662 миллиона рублей запланировано на обновление городского электрического транспорта. Трамваи, троллейбусы. Ну, обновление общественного транспорта – это всегда хорошо, особенно, когда это самый экологический вид транспорта городского. Вот какие города получат эти средства на обновление? Спасибо за вопрос. Но здесь я хотел сказать о том, что это не только 662 миллиона рублей, здесь есть софинансирование со стороны Федерации в объеме 160 миллионов рублей. А в целом это город Казань, Нижнекамск, Наверное, Челны и Альмитиск будут получать трамваи и троллейбусы. Спасибо. Депутат Хабибуллин, Альберт Гримзианович. Уважаемый Радик Рауфович, вопрос касается акцизов, акцизов на нефтепродукты. Как мы знаем, 10% должно поступать в местные бюджеты как целевые на дорожное строительство. Не могли бы Вы сказать, как обстоят исполнения в данном случае по местным бюджетам? Спасибо за вопрос. Но здесь хочу сказать о том, что в плане действительно 10% акций на нефтепродукты идет в местные бюджеты. И в принципе у нас в первоначальном плане заложено 682 миллиона рублей. И сегодня мы ожидаем порядка 725 миллионов рублей, то есть определенность перевыполнения. Здесь полностью выполнилась. Депутат Валеев Радзим Смогилович. Депутат Валеев Радик Рауфович. Депутат Валеев Радзим Смогилович. Сегодня мы очередной раз утверждаем дополнительные поступившие средства федеральные бюджеты. Можете ли Вы сказать, какой объем средства федерального бюджета мы получили в 2015 году, по сравнению к 2014 году, и какого процента федерального средства составляет у нас в конечном итоге в бюджете Республики Татарстан? Спасибо. Здесь хочу сказать о том, что в конечном счете после того изменения, которое сегодня предложено Вам на выдвижение, составит порядка 33,9 миллиарда рублей. Вы, если помните, в прошлом году эта сумма была выше 30 миллиардов, то есть с приростом на 2,9 миллиарда прироста у нас здесь. Спасибо. 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 Спасибо.